Деда Мороза поздравили песнями и танцами. Детский праздник, посвященный дню рождения зимнего волшебника, прошел в Уфе. Именин Деда Мороза отмечают в России с 1999 года. Дата выбрана детьми страны, потому что в этот день на его вотчине, Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима и начинаются морозы. На центральной площади официальной резиденции проходят всевозможные праздничные мероприятия и по традиции зажигаются огни на первой новогодней елке. Отметили день рождения Деда Мороза и в столице республики. Воспитанники трех специальных коррекционных школ Уфы собрались, чтобы поздравить зимнего волшебника. Помимо теплых слов и рисунков, ребята подарили ему свои лучшие творческие номера. Я сегодня подарила ему песню, написанную мной. И, конечно же, я думаю, что сегодня Дедушке Морозу понравится. Дедушка Мороз – это любимый детский персонаж. Благодаря таким праздникам люди становятся сложнее, как одна команда. Поэтому такие праздники просто нельзя исключать. Организатором акции для детей с ограниченными возможностями здоровья выступил благотворительный фонд «Люди искусства». По словам его учредителей, они не стали дожидаться новогодних праздников, чтобы сделать подарок детям-инвалидам Уфы, а решили начать зимние торжества уже в ноябре. Именно совместное творчество и веселое времяпрепровождение поможет ребенку получить положительный эмоциональный настрой и увеличит его шанс на выздоровление, считают организаторы. Дети все-таки с проблемами со здоровьем. Но, несмотря на это, я думаю, что они даже активнее детей, которые, слава богу, не имеют проблем. Я думаю, что наши дети, находясь в такой общении, они чувствуют себя намного лучше. Они чувствуют себя нужными этому обществу, чтобы тепло им нужно, понимаете? Самое главное, им нужно тепло.